здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим и попробуем поработать вот таким замечательным шведским ножом который называется морокни в канцбол это такая вот оранжевая лимитная версия которая уже была у меня на обзоре я обещал что мы проведем ее тестирование чем собственно мы с вами сегодня и займемся хочу напомнить что если вы пройдете по ссылке которая будет оставлена под этим видео то по промо-коду заливаха получите дополнительную скидку 5 процентов на этот вполне замечательный нож который продается там и так по достаточно умеренной цене и так канцбол здесь я просто хочу проверить свои ощущения и попробовать воспользоваться именно разными частями напомню что у этого ножа в геометрии есть такая хитрость вот эта часть ножа сделана более тонкая вот это более толстой соответственно посмотрим как они действительно оправдывают ли на в ощущениях свое назначение по поводу разной работы давайте суд этого моего знаменитого кусочка пенопласта сначала попробуем тоненькие кусочки поснимать разными частями этого ножа знаете я скажу такую эмоциональную сейчас штуку я вот только что делал такую же работу ножом мора basic и делать ее гораздо удобнее чем канцболом на самом деле потому что здесь ситуация такая вот этой длины клинка тонкой мне совершенно недостаточно чтобы вот так вот легко провязать вот этот материал то есть нужно больше длина а из-за того что меняется толщина клинка вот этот легкий точно тонкий рез он как бы не так уж и хорошо получается то есть я бы так сказал что знаете это не то чтобы невозможно сделать надо быть готовым к такой особенности работы этим ножом то есть вот когда видите как получается что вот при прорезании у вас меняется толщина клинка ну скажем так вот это на удивление недостаточно удобно чтобы делать какую-то вот такую работу то есть видите потому что у меня уже одна часть клинка начинает вообще совсем еле-еле елозить а вторая в этот момент лежит спуском и в общем честно говоря не особенный восторг я испытывал вот такой вот работы вот именно такой то есть тоненькое что-то сделать равномерно как бы будет трудновато ну вот как то так это выглядит очень честно скажу вот в этом отношении не восторг давайте по дереву попробуем поработать посмотрим как это будет давайте с простого строга не начнем сначала тоненькой части буду строгать а потом той которая потолще вот этот работа удобно этой частью делается ножа прям так действительно комфортно ну-ка потолще знаете потолще получается так выгребает немножко посильнее но это вот в ощущениях немножко более похоже на традиционную работу традиционными скандинавскими спусками то есть вот это вот похоже вот это то что делал похоже на работу вот этой тонкой частью такой удобно хорошо а вот здесь это именно друг другой способ когда ты на кладешь спуска вот прям вдоль него как бы режешь вот такое да конечно просто из этого положения неудобно это делать но суть примерно такая то есть на самом деле и то и другое по-своему удобно но увидите как бы получаются такие перья замечательные огненные про которые собственно ради которых вот это все затевается как правило да такого рода строгание ну давайте теперь попробуем здесь на палке сначала кончиком то выбирать дерево на я вас такой работе очень часто люблю опереться на обувь ножа они на рукоять у этого ножа это получается крайне неудобно потому что обувь острый вот это вот дурацкая его особенность то есть если бы мне этим ножом пришлось пользоваться не из коробки я совершенно точно снял бы фаски чем-нибудь хотя бы лентой чтобы потому что вот такую работу я делаю существенно чаще огнивым я лично не пользуюсь то есть для меня это какая-то ерунда давайте теперь вот это его частью строгательным попробуем это делать но скажу так строгательные части в дерево хуже идет вот в этой ситуации и кроме того знаете мне как бы опять же длинный клинка мне неудобно так работать я уж скажу я это по-другому делаю очень хочется перейти вот на такой вот рез он действительно более комфортно то все таки я скажу так что для строгания дерева вот эта часть именно удобного в работе такой когда вот вам нужно что-то с как рубанком сострогивать да то есть можете больше забирать как бы вот это вполне комфортно получается и на спуск опираться при такой работе а вот когда надо дерево выбирать вот эта часть пользуется неудобно а вот тонкая прям рулит но здесь прям серьезный плюс что работа вот той тонкой частью которая есть она прям на уровне more basic происходит из примерно вот так еще богу был тупой вообще было здорово обух немножко смущает рукоять работе себя тоже показывает хорошо каких-то неудобно не испытываю прямо вот прям действительно комфортно давайте теперь такую простейшую ударную работу поделаем да просто покалачу ножом в пень потому что как бы это как правило просто тестируют рукоятку я как бы цели что-то выкорчевывать здесь не имею да у меня задача просто попробовать вогнать нож именно в ударной работе обратно хватом вот это муровская рукоятка конечно жутко комфортно то что ее можно перекидывать и есть переброшу в обратную сторону бьешь как бы вообще типа тебе все равно на самом деле как ее держать вот в этом отношении конечно это универсальная рукоять удобно она не только тем что ее как-то удобно более или менее втыкать но и удобно тем что можно хватать нож любой стороной при какой-то вот такой работе тему тут таким образом да как бы наоборот резать вот так то есть как угодно рукоятка одинаковая имеет эргономические свойства она в этом отношении очень хороша то есть такая деревянная работа она этому ножу весьма и весьма сподручно давайте разбатоним чего-нибудь все-таки у нас нож такой для леса предполагается походный несмотря на не очень большую толщину я бы так сказал что у ножа достаточно пограничная длина для такой работы и бить приходится по тонкой его части страшновато но не сказать что но что-то как-то плохо выдерживает здесь мы сейчас бьем через сучок то есть нагрузка на нож прям очень серьезно но давай но как видите сучок вот он был вот здесь успешно прорублен все совершенно нормально получается нож такую нагрузку выдерживает вопреки распространенному мнению с рукоятка ничего не происходит давайте в дерево нож за объем а потом достанем уж как бы типа совсем экстремальной нагрузки проверим просто очень многие высказали такое мнение когда я просто не скоро сказал что вот эта пятка пластиковая не может выдерживать серьезно нагрузки ну сейчас покажу ну как не может обращу ваше внимание сейчас сделаю такой наезд на нож обратите внимание что если бьешь аккуратно то на пятки даже и следов то не остается теперь бы вынуть его еще оттуда как-то ну по этому поводу типичный тест как видите я даже вот это вот здоровый пень могу спокойненько поднять за этот нож теперь главное как ты вот туда выбить средствует над резиновой частью рукояти я уже не хочу вот так вот расшатывание спокойно и вот туда стану как видите нож и это прекрасно выдерживает никаких проблем ни с рукояткой ни с чем у него нет давайте щепу поколем известным способом а способ у нас такой мы берем вот так вот нож забиваем его в пень желательно поглубже я преследую такую цель тонкую часть загнать всю забили а теперь можем вот так вот забивая сверху делать щепу скажу прямо вот в такой работе мне немножко не хватает длины клинка либо нож нужно было не так глубоко забивать вот но тем не менее щепки то получаются я друзья думаю что достаточно вполне понятно что из этой работы нож справился итак вот что я скажу в конце если у вас нет какой-то намеренной задачи сломать нож а при этом высокую нагрузку к нему все-таки применяете потому что это нож все-таки предназначены для работы в лесу и работу он может делать не только просто тоненько режущую то консбол вам вполне подойдет единственный такой момент что вот именно в очень тонкой режущей работе его такая сложная геометрия ну скажем так в каких-то вот прям совсем тонких вариантах реза может вам не позволить делать рез достаточно комфортно потому что изменяющаяся толщина клинка но это все-таки такое дело надо сильно привыкать но как правило в лесу такой работы вот где прям нужно тоненько тоненько что-то делать по при этом вот такому объему например там пенопласта который я вам показал ее как правило и не возникает а вот для остальных лесных задач это отличная сбалансированный достаточно тонкий хороший в режущих работах но при этом позволяющий делать и тяжелые силовые работы нож очередной разбрава честно говоря хотя имею богатый опыт работы аналогичным ножом от компании мора но тем не менее не ожидал что тест будет пройден так комфортно надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока